Хей-хей-хей, всем привет, вы на канале Феликс Ниндзя Гаман и с вами Матвей. И да, Лего вчера слило нам отрывок из единственного эпизода Лего Ниндзя Ковастань Дракон. Отрывок получился немного бестолковый, либо я там не видел прям таких, ну, нужных отрывков. Короче, никакой полезной информации я там не увидел. Ну, единственное, что нам сделали намек до возвращения пикселей старых персонажей, то, что, где находятся ядра Дракона, ну и так далее. Ну, ладно, короче, давайте погнали к разбору. Итак, отрывок начинается с того, как мы видим монастырь. И как мимо нас пролетает ссора. Нет, не эта ссора, а эта ссора. Да, кто смотрел первую арку, тот знает то, что в Ниндзя Га есть теперь две ссоры. Да, как бы это смешно не звучало. Дальше мы видим уже давно нам знакомый кадр. Именно нам опять показывают монастырь и наших ниндзя. А также того лягушонка. Ну, а также нам показывают то, что монастырь какой-то разрушенный. В следующем кадре мы можем видеть нею и как она на стол лужит карту. Я так понимаю, это карта всех слившихся миров. И она говорит местоположение, где находятся три ядра Дракона. Ну, я думаю, что она это говорит. Также она говорит то, что если эти ядра найти, то землетрясение, или как это не называют, миротрясение, можно будет остановить раз и навсегда. В следующем кадре мы можем видеть Лойда. И как он говорит то, что нужно разделиться на три команды. Ну, и как нам подтверждают это несколько уже раз, Ния будет с Сорой, с Рию и с Драконом Сорой. Ллойд будет с Сарины, ну, а Кай будет с Волдфаер. Только, правда, кажется, они недовольны то, что они будут вместе в команде. Ну, а в следующем кадре мы можем видеть Сейна, который, я так понимаю, останется в монастыре, и будет за ним следить, и будет следить за ниндзяка. Скорее всего, из-за того, что миротрясения, возможно, случатся снова, а он их будет останавливать. Ну, а также, я так понимаю, он сказал то, что будет искать других второстепенных персонажей. Пиксел, Скайлор, Грамадона, ну, про Грамадона это вряд ли. Но то, что Пиксел, Скайлор, это точно. В общем, ладно, в общем, ладно. Напоследок нам показали забавный момент, как Ния перепутала, что ли, Сор? Типа, Дракон Сора и про Человек Сора. Ну, в общем-то, она их перепутала. Или что-то в этом роде. И потом отрывок заканчивается. Драгон Райсинг, Молнии и всё. Бла-бла-бла. Ну, и что я могу сказать? Отрывок я считаю какой-то бестолковый. Нам не показали в нём что-то интересное. Ну, максимум показали, где находится ядра дракона, и намёк на возвращение старых персонажей. И всё. Ну, просто всё. Я считаю, что этот отрывок какой-то странный и бестолковый. Лучше бы нам показали что-то связанное с Джеем, с Империумом, там, не знаю, ну, или с администрацией. Потому что ни разу нам администрацию ни снаружи, ни внутри не показывали. А тут нам уже в какой-то раз показывают опять наших Ниди. Не то, что они бы мне надоели, но всё равно отрывок бесполезный. Но я всё равно его разобрал, потому что... Ну, а чё, другие разобрали, и почему бы мне тоже его бы не разобрать? Ну, всё, с вами был Матвей, и всё, я побежал. Всем пока. Надеюсь, вам разбор понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмякайте на колокольчик. Ну, и не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. Всё. Ну, всё, я пошёл. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok